Продолжение следует... Спасибо большое за добрые слова, которые сказаны в наш адрес и лично в мой адрес. Почитал вопросы на вкладке «Вопросы». 90% всех вопросов всегда, конечно, идут про сертификат. На вопрос «Почему не получили?» ответить всегда сложнее всего. Можно только обозначить проблемы, которые происходят. Все рассылки надо проверять на то, не попали ли они в спам. Во-первых, у себя в папочке спам. Во-вторых, они, к сожалению, могут попадать в спам еще по пути к вам. Это наиболее вероятное то, что могло произойти с рассылкой. Теперь, что вам конкретно делать, я сейчас перемотаю к самой последней своей слайду своему. Пожалуйста, вот запомните, у меня очень простой адрес OMC Direct Media.ru. Пожалуйста, напишите на него еще раз, чтобы я не забыл, какой у вас был вебинар, свое фамилие, имя, отчество и что вы его не получили. И сегодня, после вебинара, я постараюсь проверить и послать лично вам уже в ответ на ваше письмо. Поэтому пришлю ваш сертификат. Как всегда, перед началом, собственно, давайте я перемотаю снова в начало. Надеюсь, кто хотел, успел скачать мои координаты. Как всегда, перед началом нашего вебинара, я хотел бы обратить внимание на две ссылки, которые расположены в самом начале нашего сегодняшнего чата. По первой ссылке вы сможете записаться на все вебинары текущего учебного года, вплоть до июня месяца 2018 года. Вторая ссылка – это ссылка с записями всех наших вебинаров на канале Direct Media, видео-канале на YouTube компании Direct Media. И кто еще не сделал, я призываю вас подписаться на наш канал, чтобы видеть все наши записи. Запись этого вебинара тоже ведется. Ну и перед тем, как приступить к, собственно, вебинару, как всегда, хотел бы про... Ой, одну минуточку, сейчас я сменю цвет. Прорекламировать два наших следующих вебинара, которые состоятся уже скоро. Первый вебинар – это вебинар Константина Николаевича Костюка, нашего генерального директора. Библиотеки и агрегаторы на нишевых образовательных рынках. Бесконечный бег с препятствиями. Ну и второй вебинар Татьяны Телегиной, посвященный PowerPoint-у, приемам быстрого создания качественных презентаций. Часть 1. Да, ну и давайте сразу я тогда дам вам еще одну ссылку. Это ссылку на продолжение моего сегодняшнего вебинара. Я ее дам сейчас и дам, наверное, в конце вебинара еще раз. Так, чтобы только не было отступов. Вот так. Сегодня я вам расскажу про наш сервис Ортотеки в общем. Ну, покажу и примеры тоже. 12 декабря у меня будет вебинар, который будет посвящен новым выпускам Ортотеки. И там мы рассмотрим не столько принципы, по которым создан этот проект, но и конкретное ее наполнение достаточно подробно. Причем речь пойдет о последних выпусках Ортотеки. Это будет такой контентный вебинар. Буду больше рассказывать не про технологии, а про контент. Хотя сегодняшний вебинар со следующим вебинаром, исходя из того, что все-таки не всегда одни и те же люди приходят, будет, наверное, перекрываться по... Так, это вот вы какую сейчас ссылку... Давайте я проверю. У меня только что все открылось прекрасно. Ну, вот, используйте вот эту вот ссылку, если у вас не работает какая-то другая. Вот у меня только что по этой ссылке прекрасно все вошло. Да, вот, 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 вот прямо сейчас вошел, проверил, все работает. Может быть, что-то связано по пути, что-то с интернетом случилось, не знаю. Вот, ну, в любом случае, даже если это произошло, через некоторое время это точно прекратилось, прекратится и будет все нормально. Итак, сегодняшний наш вебинар посвящен проекту Ортотеки. Я с удовольствием рассказываю про этот проект, потому что сам имею непосредственное отношение к нему, к наполнению этому проекту, к технологии, по которой он сделан. Вот, и вот, эти два вебинара, этот и следующий мой, они, можно сказать, вебинары от первого лица. Вот, поэтому смогу вам, может быть, подробнее ответить на какие-то ваши вопросы. Если вы помните, один из моих предыдущих вебинаров был посвящен нашему проекту, который называется «Арт-портал. Мировая художественная культура». Это такой объемлющий проект для Ортотеки. Ортотека – это его подпроект, но по своему объему и по своему значению, наверное, уже приближается к самостоятельному проекту. То есть, уже сформирован такой солидный багаж, солидный корпус проектов. 55-й проект мы выпустили 1 декабря, или вот в начале декабря он вышел. Так что это уже такой солидный проект, который является, наверное, самостоятельным. Но из-за своей глубокой связи с арт-порталом мы все-таки считаем их связанными и единым проектом. Тем более, что в части иллюстративной очень часто они пересекаются. То есть, мы используем иллюстративную базу арт-портала для Ортотеки. А чаще, чаще даже наоборот, делая очередной проект Ортотеки, мы пополняем или улучшаем базу арт-портала теми изображениями, которые потом будут использоваться в наших арт-проектах, в нашей Ортотеке. Напомню, что у вас есть в ресурсах прямая ссылка на Ортотеку. Тем более, мы сейчас только что ее продублировали в чате. Ну, вообще-то, на Ортотеку можно перейти с главной страницы арт-портала. Вот она находится в главном меню арт-портала внизу. Вот стрелкой показано, где. В связи с тем, что мы стали делать проекты в Ортотеке, у нас немножко поменялась концепция и в арт-портале тоже. Ну, собственно, к этому все и шло на самом деле. Но Ортотека нас подвигла и к таким более фундаментальным вещам. Я говорил на вебинаре, который посвящен был арт-порталу, что мы сейчас работаем не столько над количественной составляющей наших изображений, сколько над качественной составляющей. пытаемся основные наши изображения, которые составляют золотой фонд, найти в наилучшем качестве. Под наилучшим качеством мы понимаем, конечно, прежде всего, наилучшее разрешение и наилучший цветопередачу. И в максимальном количестве представить информацию по произведению, ее атрибутику и иногда дополнительную информацию. Ну, а в рамках... Да, ну и тут вот показано, какие хорошие изображения иногда у нас есть. Не все, конечно, в таком качестве. Некоторые прямо в гигапиксельном разрешении. Вот здесь, например, показано... Это еще не самое большое увеличение полотна Иванова, явление Христа народу. Мы о нем сегодня поговорим еще подробнее. Вот мы видим все полотно, а вот, может быть, здесь не видно. Вот этот маленький квадратик, не квадратик, а прямоугольник. Вот он здесь. Это вот то, что сейчас отображается. И отображается, обратите внимание, с максимальным разрешением возможным. Ну, на эту тему мы сегодня еще много будем говорить. Артотека представлена на главной странице Артотека. Это такой плиточный интерфейс. Наверху помещены несколько демо... Демо проектов. Демо не в том смысле, что они обедненные. Дело в том, что несколько этих проектов, они абсолютно бесплатные для распространения. А вообще-то Артотека — это подписной сервис, который стоит, ну, в конце вы увидите, вполне небольших денег. Но его можно посмотреть в достаточно хорошем качестве и количестве проектов, даже и в демо-вариантах. И в конце сегодняшнего вебинара я покажу вам страничку. Вообще, можете прямо сейчас открыть в разделе «Ресурсы». Не буду давать эту ссылку в чате. Ссылка называется «Что такое Артотека?» Ой, прошу прощения, я не дал сегодняшнюю презентацию. Вот, все открыл в общедоступных ресурсах. Вот, это такой плиточный интерфейс, но внизу есть расширение. Не все, на первом экране не все представлены плитки. Если снизу открыть, то открывается еще много плиток. Всего, как я уже сказал, 55 проектов в Артотеке в настоящий момент. И проекты производятся каждые две недели. То есть, 24 проекта в год мы вот кровь из носа выкладываем. Еще ни разу у нас не было такого, что мы пропустили или не додали какой-то проект. Какие у нас есть проекты? По составу контента у нас проекты... Да, вот здесь только примеры, это не исчерпывающий список. Проекты у нас по составу контента есть авторские арт-проекты. Это те проекты, контент из которых мы взяли из разных источников. Чаще всего это источники компании Директ Медиа, из наших опубликованных ранее дисков, из каких-то других источников. Иногда это просто открытые источники, которые мы использовали для того, чтобы создать такие арт-проекты, как Иванов явление Христа народу. Там весь смысл этого проекта был в том, чтобы найти гигапиксельное изображение и потом сделать по нему интерактивное путешествие. Об этом я отдельно расскажу про такие проекты. И другая большая часть наших проектов — это интерактивные альбомы. Это, в некотором смысле, можно сказать, что это интерактивные переиздания тех книг, которые были изданы издательством Директ Медиа совместно с издательством Комсомольская правда. У нас таких книг издано несколько сотен. Это несколько серий «Великие художники», «Музеи мира», «Великие архитекторы» и так далее. В общем, большое количество книг. Это большая интересная серия, которую мы делали. Ну и вот наши арт-проекты — это мультимедийное продолжение данных проектов уже в виде электрона. Там все немножко по-другому и интересно. И, что самое главное, связано непосредственно с нашим арт-порталом. То есть большие изображения вы можете посмотреть, перейдя на арт-портал, и там иногда даже и дополнительную информацию посчитать. А с другой стороны, в этих интерактивных альбомах в каждом из них есть обширный текст. Тот текст, который, конечно, нерелевантен арт-порталу, который является, по сути дела, такой расширенной базой данных. Здесь в каждом нашем проекте примерно от одного до трех авторских листов текста, хорошего искусствоведческого текста с описанием каждого полотна, либо с жизнеописанием того или иного автора. То есть это, по сути дела, полноценная книга, положенная в жанр электронного издания. И более того, не просто электронного издания, как у нас в ВБС, а электронного лонгрита. Про этот жанр чуть-чуть позже я поговорю. Ну и несколько просто набросков, какие у нас проекты появились в 2017 году. Часть проектов у нас посвящена конкретным художникам, часть посвящена музеям, часть посвящена различным художественным объединениям и кружкам, и часть проектов посвящена подробному описанию конкретных великих полотен. Вот здесь вы видите как раз три разных вида. Это мамонтовский художественный кружок, музей Дорса и путешествие по Босху, сад земных наслаждений. Далее, что у нас было? Галерея Боргеза, объединение художников, голубая роза. Про объединение художников речь у нас идет в основном про объединение русских художников. Это середина или конец 19 века, либо начало 20 века. Вот тот период, когда художественное объединение, вот возникали прямо как грибы после дождя. Вот таких вот объединений у нас, ну, наверное, шесть или семь проектов посвящены объединениям художников. Ну и Национальная галерея Прага. Следующую тройку я вам показываю. Марк Шагал, объединение художников, мир искусства и Сальвадор Дали. Галерея Академии Флоренции. Вот я буду некоторые наши отдельные проекты представлять, потому что они своеобразные очень. Вот к таким своеобразным относятся Абердинский бестиарий. Это описание, во-первых, полное изображение этого очень известного, очень красивого и очень информативного с точки зрения знания средневекового искусства, особенно книжной миниатюры, произведения, которые называются Абердинский бестиарий, который хранится в университете Абердина. Здесь такой очень комплексный проект. Я, наверное, вам на следующем вебинаре подробнее покажу, а сейчас расскажу. Там представлены все миниатюры из Абердинского бестиария в хорошем, в очень хорошем качестве. Представлены отдельные выборки из текстов, красивые буквицы, например. Представлен полный текст, я имею в виду не в переводе, а полные сканы всех страниц, которые можно уже с энциклопедической точки зрения рассматривать. И по каждой главе есть коротенькое интерактивное путешествие по каким-то наиболее насыщенным страницам, где дается в очень хорошем увеличенном виде изображение даже не отдельных иллюстраций, а частей их с различными пояснениями. Следующий слайд проект Национальная галерея искусств Вашингтон. Это к музеям относится. Тоже очень необычный проект у нас Зинаида Серебрякова. Проект был специально приурочен к большой выставке Зинаида Серебрякова и одной из лучших русских художниц 20 века. Ну, просто замечательно. Я просто ее очень люблю. Наверное, поэтому так рекламирую. Мы сделали этот проект большой выставки. Это была лучшая выставка за прошедшие 30-35 лет. В Москве она проходила весной и в начале лета в Третьяковке. Вот. И одной из особенностей этого проекта является то, что мы сделали интерактивную ось времени для автопортретов Зинаида Серебряковой. Ну, как известно, Зинаида очень любила себя рисовать и ее автопортреты складываются просто в такую вот я, к сожалению, очень хотел туда попасть, так и не попал, но я до этого бывал неоднократно на ее выставках различных и достаточно хорошо знаю ее произведения. И вот я сейчас прямо вам в в чат дам эту ось времени, чтобы вы посмотрели заодно сразу и один из приемов нашей работы это такие вот такие вот интерактивные вставки, интерактивные работы. В данном случае это все найденные нами автопортреты Зинаиды Серебряковой. Там, если не изменяет память, около 25 их, начиная прямо от самой юности ее до уже лет достаточно преклонных, выполненные в виде оси времени, то есть все они уложены на период времени примерно от 900 до 56 годов. И на этой оси можно либо слайдером, либо прямо непосредственно напрямую переходя внизу по оси времени щелкать и переходить от одного периода к другому смотреть, как менялась ее манера изображения, как сама она менялась, может быть. Да, ну тут, конечно, только те портреты, которые подписаны как автопортреты, потому что, как известно, у Зинаиды Серебряковой масса портретов, которые изображают просто женщин, не подписано кто, а на самом деле она тоже себя рисовала. Вот этих портретов там нет. Ну, еще один наш такой штатный проект, это Эдуард Мане, и еще один проект особенный, это Звезда Пресветлая, изображение икон Богородицы, Богородичных икон, 127 икон. К Пасхе мы сделали этот проект. Вот, он тоже такой необычный, источник у него необычный, дореволюционный источник с описаниями этих икон, достаточно много там текста, вот, и иконы тоже представлены в виде, на оси времени отложены, в виде интерактивных таких, вот, примерно таких же, как я вам здесь показал про Серебрякову, таких же вставок. еще три проекта, какие их называют штатных, это Иван Шишкин, Товариство передвижных художественных выставок, и проект по Наде Рушевой, если вы помните, была такая гениальная юная художница, очень рано покинувшая наш мир, но оставишься тем не менее за собой достаточно интересное художественное наследие, проект в некотором смысле штатный, то есть он сделан по нашей книжке, но структура этого проекта очень сильно отличается от других проектов, потому что и сама книжка очень сильно отличалась. Там мы некоторые элементы использовали некоторые элементы структурирования совсем другие, совсем другие слайдеры с большими описаниями, в общем получился достаточно интересный проект. Вот один из наших проектов, который мы называем интерактивное путешествие по произведению «Последний день Помпеи». Проект, который у нас до этого было два таких интерактивных путешествия, это интерактивное путешествие по Босху и «Явление Христа народу». Каждый раз это такие достаточно эпические большие по размеру полотна с большим количеством деталей, которые можно разглядывать и которые трудно разглядеть, если смотреть на это произведение. Даже открыву полный экран монитора не всегда получается. ссылку на проект на какой проект. Дело в том, что открытыми являются только четыре проекта из названных проектов, а так вообще-то «Ортотека» это подписной сервис, но те, кто придут на следующий мой вебинар, получат некоторые ссылки и на наши закрытые проекты тоже. Это в качестве такого подчерения за прихода на вебинар будет. Последний день Помпеи это интерактивное путешествие, то есть путешествие по полотну. Да, спасибо. Путешествие по полотну, то есть мы перемещаемся по полотну и рассматриваем отдельные детали в наилучшем увеличении. Опять же, по этой технологии сегодня расскажу ближе к концу сегодняшнего вебинара. Ну и два штатных проекта это Союз Русских Художников и Музей Ватикана. Это уже наши летние и начало осенних наших проектов. Один из проектов нас все спрашивали про проекты про архитектуру и вот один из проектов архитектурных это посвященный творчеству Захи Хадид, недавно умерший гениального архитектора с описаниями ее произведений в данном случае зданий. Это вот такое небольшое отклонение от нашего художественной направленности, но я надеюсь, что мы в архитектуру тоже потихонечку будем уходить. Венгерская национальная галерея тоже очень интересный проект. Ну и проект по Илье Глазунову тоже недавно ушедшему от нас художнику. вот вскоре после его ухода мы сделали проект по его произведениям. Вот тоже достаточно интересный проект получился. Ну и уже совсем последнее наше произведение. Вот проект Рубенс появился буквально несколько дней назад. Вышел свет, как говорится, это 55 проект наш. Также до него вышел объединение художников Бубновый Валет и Чикавский художественный институт тоже штатный проект, но достаточно интересный, потому что там много американского современного современного искусства, которое мало в других музеях и вообще мало представлено в нашей артотеке, и вот там оно представлено. Ну, часто если на обложке очень известная картина, по-моему, она называется Новая Готика, не помню, как-то так, очень известная американская картина представлена. Ну, мы стараемся всех художников давать тех, которые стоят того, это я реагирую на реплику Юлии Борисовны о том, что это художник невероятной силы. Ну, очень противоречивый на самом художник, на самом деле, у него есть действительно гениальные вещи, есть вещи, которые художественная общественность слабо воспринимается, но зато очень хорошо воспринимается широкими народными массами, как говорится. Ну, не будем обсуждать сейчас, на самом деле, нас интересует энциклопедический аспект, а не оценочные какие-то суждения. Вот, ну, да, вот маленький кусочек из последнего дня Помпеи, вот вы видим, наверное, этот кусочек вы особенно никогда не рассматривали, тут можно еще ближе приблизить, вот там бык на заднем плане, улица, вообще история этой картины очень интересная, и вот этот проект у нас очень интересный получился, потому что там много, много что можно прокомментировать на самом деле. то, о чем не часто можно прочесть. Венгерская национальная галерея, вот мне это изображение очень нравится оттуда, ну, и вот Заха Хадид, ее здание, да, кстати, этот проект из-за того, что там было много именно архитектурных произведений, которые надо показывать в полный экран, выполнен в другой манере верстки совсем, электронные верстки я имею ввиду, вот, и, наверное, этим он тоже интересен, то есть нам пришлось поменять полностью концепцию, изобразительную концепцию нашего проекта, ну, вот она получилась такая достаточно интересная. Несколько слов по технологии. Большинство наших проектах сделано в технологии Long Grid при помощи сервиса, который называется Tilda. Пару слов вообще, почему так, что, что и как. Ну, вообще, понятие Long Grid возникло несколько лет назад, три или четыре года назад, или пять максимум. Откуда оно возникло? Дело в том, что, вот, например, мое поколение привыкло читать длинные тексты, но время уходит, поколения меняются, и на информационном пространстве, в информационном пространстве происходит революция, революция медиаформатов, скажем так, революция медиа. Что это такое? Ну, все завязано на том, что современный образ чтения, он сильно отличается от того, к чему мы привыкли. То есть, современное чтение, это короткое чтение, чтение коротких отображений. Да, это, ну, мы от этого никуда не денемся. На самом деле, вот, наше поколение уйдет, и длинное чтение, оно останется только в, будет применяться гораздо реже, к сожалению. Так вот, вот где-то лет пять назад электронная общественность, назовем ее так, или электронные СМИ, задумались над тем, что, ну, читать-то много надо на самом деле, а народ не идет на такие страницы. То есть, если делаешь длинную статью в электронном СМИ, то люди ее все равно не дочитывают, не доходят до конца. И тогда люди придумали название Long Read как обобщенное название для такого способа подачи информации, когда человек внутри этой длинной страницы с большим количеством текста вынужден остаться. А почему он вынужден остаться? Потому что здесь дается не просто длинный текст и не просто иллюстрированный длинный текст, да, а длинный текст очень хорошо структурированный, очень хорошо иллюстрированный и даже не только просто иллюстрированный, а иногда и с применением мультимедийных средств, фильмов и каких-то отрывков, видеоотрывков. с применением интерактивных средств, таких как слайдеры, вот те интерактивные элементы, о которых я говорил, оси времени, интерактивных разных элементов множеством можно придумать и так далее. Таким образом, вот этот лангрид — это нечто, что завлекает каждый момент времени. Это одновременно и длинное чтение, и короткое чтение. То есть вы в данном отрезке времени читаете коротко, но потом переходите к следующему, не переходя на другую страницу, переходите к следующему моменту и так далее. За счет глубокой структурированности это достаточно сделано хорошо. Иногда, если тексты длинные, они убираются, вот как блогеры говорят, под кат, то есть специальный плюсик есть для того, чтобы раздвинуть текст и прочитать его. Потом можно снова сдвинуть его. Ну, массу разных приемов есть в верстке электронной, которые способствуют чтению. Вот наши проекты в ортотеке выполнены в основном в этом стиле. И визитной карточкой этого стиля является большая иллюстрация, полноразмерная иллюстрация, так называемая обложка, которая встречает нас на главном экране нашего лангрид. То есть, ну, это, опять же, из приемов интернетовского отображения информации. Как известно, если вы зашли на страницу и еще не знаете, она вам нужна или нет, то у производителя этой страницы есть две секунды, чтобы вас заинтересовать. Это потом он у вас будет уже даже не заинтересовать, а привлечь внимание. Это уже следующим пунктом будет заинтересовать вас. На это у него примерно есть минута. И проинформировать это уже те, кто решил остаться. Так вот, если вы не привлекли внимания в первые две секунды, то просто половина людей от вас уйдет. И вот такие достаточно красочные, полноэкранные обложки как раз служат привлечению внимания. Ну, они и сами по себе хорошо смотрятся, потому что под такую обложку выбираешь, как правило, некое произведение, характерное для данного художника или музея, который сразу привлекает внимание не только своей красочностью, но и типичностью, чтобы вы сразу поняли, о чем. И создает сразу настроение той страницы, того лонгрида, который вы будете читать. А вообще у нас все наши проекты можно поделить на три разных стиля отображения. Первая – это интерактивная страница. Это исторически первый тип наших проектов. Он выполнен, собственно, на нашей программной базе. То есть это совершенно страницы, сделанные, вот, сверстанные, сделанные и запрограммированные нашими сотрудниками. Ну, с одной стороны, это были первые пробы. Это хорошие проекты, но достаточно трудоемкие. И мы от них потом перешли к лонгридам. Давайте я вот здесь поставлю вот эта единичка. Это второе. К лонгридам, о которых я сейчас так долго рассказывал вам. Вот, просто потому, что это гораздо технологичнее и выглядит лучше. Ну, и эти интерактивные страницы, они тоже достаточно интересны. Подача информации, своей идеологии. Так что они, конечно, тоже остались у нас в доступе. Вот одна из, это, собственно, самый первый наш проект, искусство Китая, сделан по такому образцу. По образцу лонгрид сделано подавляющее большинство, примерно 90% наших произведений. Ну, и некоторые наши проекты. Почему некоторые? Мы бы хотели их сделать гораздо больше, но, к сожалению, для таких проектов очень трудно подобрать источники. Это интерактивные карты, это три, нет, четыре, потому что Босха надо считать за два таких проекта. Четыре проекта, вот таких полномасштабных, с интерактивными картами. И несколько проектов, имеющих элементы интерактивных карт, такие простенькие, по 5-6 точек интереса интерактивных карт. Например, Абердинский бестиарий. Вот, что они из себя представляют, их обозначим цифрой 3, они стоят того, чтобы их обозначить как особый вид. Дело в том, и, кстати, вот где-то в конце учебного года у меня будет вебинар, посвященный этой технологии. И не только этой технологии, а вообще работе с изображениями высокой четкости. Там уже тоже происходит некая революция в этом направлении. И вот на волне этой революции мы вот эти вот интерактивные карты делаем. А что это за революция, вкратце вам расскажу. В открытом доступе и, более того, в совершенно легальном доступе, стало появляться достаточно большое количество картинок неимоверного разрешения, примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Это связано с появлением соответствующих аппаратов, которые это могут делать. Например, компания Google занимается этим для своего проекта Google Arts. Они ездят по музеям и фотографируют. Это нельзя назвать фотографированием, это скорее такое сканирование, что ли. Ну, какая-то промежуточная физическая операция между сканированием и фотографированием. И вот делают изображение вот такого огромного качества. Эти изображения можно использовать для того, чтобы... То есть это совершенно новое качество. Это не иллюстрация. Потому что иллюстрация это то, что можно посмотреть и почитать. А здесь можно путешествовать. Потому что информации в такой картине... Представьте, вот если перед вами сейчас экран Full HD 1920 на 1080 пикселей. Солидный, хороший экран. То вот такая иллюстрация, если ее отобразить пиксель в пиксель, займет у вас 15 ваших экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Вот можете представить, это такая огромная стена. Ну, и вот теперь представьте, что вы находитесь где-то сначала в 10 метрах, в 10-15 метрах от этой стены. И ее... смотрите на нее в общем плане. А потом вы начинаете подходить к этой стене и разглядывать все более и более мелкие иллюстрации. И вы можете подходить вплоть до расстояния наилучшего зрения. Это там 30 сантиметров, например. И рассматривать там какие-то малявки маленькие, которые изображены художником. Так вот, много полотен таких есть, которые можно так серьезно и хорошо разглядывать. И при этом, что самое интересное, на них можно увидеть даже то, что вы не разглядите, когда придете в картинную галерею. Если вы придете в Третьяковку и посмотрите на явления Христа народу, вы не разглядите все в таких подробностях, как вы сможете посмотреть на интерактивной карте. Если вы придете... По составлению нет, а вот по... ну это просто достаточно там сложная... сложный инструмент. А вот по вот этим... про вот эти гигапиксельные картинки и про инструменты вкратце будет вебинар в конце нашего года учебного. Или в середине, не помню. Ну, не раньше конца весны, начало лета. Где-то так. Вот. А по этим инструментам у меня просто учебный курс будет проходить. Вот. Один из этих учебных курсов будет проходить... В феврале, а второй в мае. Вот. Потому что это уже серьезная вещь. Это там надо делать домашние задания. Не просто так показать. И вот идите и используйте. Там есть некоторые нюансы. Нюансы связанные с тем, что эти картинки, они настолько велики, что просто использовать ее как картинку, как JPEG с таким изображением невозможно. При масштабировании ее приходится разбивать на плитки 256 на 256 каждого масштаба. Для каждого масштаба делаются такие плитки. И вот уже по ним специальный инструмент можно заставить ходить и делать свои заметки. Вот. Да. Ну и... Как я уже сказал, даже посещая музей, невозможно это рассмотреть. Если вы придете в Прадо и посмотрите Босха, триптик Босха, вы тоже не сможете рассмотреть все мелкие детали, которые на нем изображены. Просто потому, что невозможно подойти так близко. Либо все равно оно же высокое еще, к тому же это полотно. Вот, может быть, к нижним деталям еще как-то можно подойти, а к верхним подойти уже точно нельзя и разглядеть. Вот. Ну, слишком много я вам, наверное, уделил внимания этому вопросу. Вот так выглядит наш самый первый. Первая технология – это интерактивные страницы. Да, вот если ткнуть в какой-нибудь из этих элементов, то можно перейти дальше и смотреть, попасть на слайдер и посмотреть это в увеличенном виде. Вот так выглядят лонгриды. Ну, не все они, конечно, так именно выглядят. Да, но вот музеи, как правило, у меня такая форма представления материала, что на главной странице представлено здание музея. Реже какое-то полотно из музея. В основном хочется представить здание, потому что о здании потом нигде больше ничего не написано. Дальше идут одни уже произведения музея. Ну, в данном случае это просто так представлена обложка. Да, ну и еще лонгрид, он отличается тем, что у него есть вот такая вот висячая кнопка с оглавлением, по которой можно перейти к любой главе с любого места. Так выглядит лонгрид внутри. Могут быть подробные описания конкретных полотен. Могут быть более сжатые описания. В этом случае описание полотен вынесено в отдельный текст к каждой главе, которая открывается по плюсику, который я сказал. Все эти картинки кликабельны. То есть вот сюда можно нажать. И в этот момент вы переходите в соответствующую иллюстрацию на арт-портале. И там вы ее уже можете разглядеть с тем максимальным качеством, в котором она представлена на арт-портале. Вот в этом, собственно, и состоит интеграция арт-портала с артотекой. Да, ну и вот еще один вид лонгрида нашего. Это образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Почему я его здесь привожу? Это наиболее насыщенной информацией наш проект. 517 иллюстраций, 8 разделов, 8 интерактивных таймлайнов. То есть такой насыщенный проект. И при этом этот проект открытый, его можно посмотреть. Так выглядят оси времени, интерактивные элементы оси времени. Вот здесь внизу представлена сама ось. Она интерактивная. Ее можно увеличить масштаб, уменьшить масштаб. Ткнуть в любую из вот этих вот, в любой из этих шильдиков. И перейти непосредственно к тому полотну, которое нас интересует. Внизу откладываются года по оси времени, от Рождества Христова. Ну и можно просто перемещаться от одного к другому по вот такому он слайдеру. С этой стороны тоже есть, когда это просто первое полотно, поэтому здесь нет стрелочки. По вот этим стрелочкам просто смотреть все подряд. Такое тоже возможно. Да, ну и вообще говоря, вот такой способ подачи позволяет давать на странице большое... Вообще слайдеры не обязательно оси времени, позволяет давать на одной странице вполне обозримой большое количество информации. Потому что, например, ну вот те же 517 иллюстраций, если их полностью вверстать в страницу, эта страница по вертикали будет такая, что ее будет крайне неудобно рассматривать. Она станет очень громоздкой. А слайдеры позволяют не делать страницу громоздкой. Ну и вот одно из наших... То, с чего мы... Точнее, не то, с чего мы начали, а мы этим продолжили. Ну это одна из самых интенсивных наших интерактивных путешествий. Вот здесь даже это два выпуска в одном. 30-й и 31-й. Иронимбоск. Сад земных наслаждений. Интерактивная карта. У нас там две интерактивных карты. Одна из них это карта, примерно из 50 слайдов, по основным сюжетам, изображенным на этом полотне. С хорошими пояснениями, с контекстными картинками. С контекстными... Не только картинками. Там есть и контекстные видео, например, звуки там и так далее. То есть очень мультимедийная такая вещь. И второй, большая интерактивная карта, но не с такими хорошими пояснениями. Мы ее шуточно назвали «Заосад земных наслаждений». Это путешествие по всем зверушкам, которые изображены на этом полотне. Ну, в том числе и по фантастическим, по полумифическим каким-то. Вот. С контекстными изображениями, на которых даны некоторые аналоги, которые удалось найти в современном животном мире. То есть фотографии тех животных, которые могли бы служить аналогами к данным... Ну, либо являются точными аналогами, либо предположительными. Вот. Потому что некоторые звери, например, похожи... Или птицы похожи на таких птиц, которые... Или зверей... Которые Боск в средние века в Европе точно не мог видеть. Они там из Австралии, например, еще не открыты к тому времени. И так далее. Вот. Ну, вот. Давайте договоримся, что ссылку на эти путешествия, я вам дам на следующем вебинаре нашем. И вы сможете открыто это все посмотреть. Да. Ну, и вот тут представлено... Тут представлено... Габаритные параметры этого проекта. Это такой... Для меня эпический был проект. Огромное количество было потрачено времени на него. Всего 300 слайдов с различными описаниями, контекстными картинками. Два путешествия. Размер самого изображения 30 тысяч на 17 тысяч пикселей. Неимоверное увеличение можно делать. То есть, можно увеличивать примерно в... До 30 раз делать увеличение без ухудшения качества. То есть, представьте, вот ваш фотоаппарат. Вы его настраиваете, делаете зум в 30 раз, и у вас все еще все хорошо, хорошо, хорошо. И каждую маленькую фигурку, вот типа вот такое, вот можно разглядеть с тем качеством, в котором сам Босх ее и изобразил. Конечно, маленькие изображения, которые он уже делал буквально там одним-двумя мазками, они выглядят нечетко уже не потому, что плохая фотография, а потому, что сам Босх не смог на таком маленьком кусочке изобразить очень четкое изображение. Ну вот, про это мы сказали. Вот так примерно выглядят интерактивные путешествия. Слева представлен... Представлено увеличенное изображение. Справа описание этого сюжета. И, возможно, какая-то контекстная иллюстрация. Ну вот, например, тут есть контекстная иллюстрация. Здесь она не приведена. Изображение жирафа, с которого с очень большой вероятностью Босх и срисовал. Сам Босх жирафов видеть не мог, в Европу их не возили. Но один из путешественников был в Египте. И в Египте где-то на животном рынке, или как там у них это называлось, он встретил жирафа. И это был рисовальщик хороший, он зарисовал этого жирафа. И потом этот манускрипт получил... Эти путевые заметки были известны в Европе. И Босх с большой вероятностью их знал и оттуда срисовал своего жирафа. Да, и это тоже. Хотя, конечно, и общекультурные цели мы тоже ставим. Информация по предмету истории искусства, конечно, такая цель ставится не только у арт-отеки, но и у всего арт-портал. Вот. Ну и то, о чем я сегодня вам... То, что можно посмотреть в открытом доступе из интерактивных путешествий. Давайте я вам прямо сейчас дам ссылку. Так, для этого нам надо будет открыть... Для начала давайте я вам скопирую ссылку вот эту. Это ссылка на... В конце этой страницы есть ссылка на 4 открытых проекта, по которым можно посмотреть проекты в разных технологиях. А вот здесь, да. Ну и один из этих проектов давайте чуть-чуть подробнее рассмотрим. Так, что-то я затерялся в наших... Вот оно, это произведение. Вот можете непосредственно перейти и посмотреть, что из себя представляет интерактивное путешествие. Это интерактивное путешествие по Иванову, явлению Христа народу. Оно состоит из двух частей. Первая – это просто перечисление всех персонажей с названиями их в соответствии с тем, как это в искусствоведении было принято. А вторая часть посвящена эскизам. Это все те же персонажи с изображением эскизов, по которым Иванов создавал это произведение. Иванов это произведение создавал 20 лет. Все дорисовывал, менял концепцию, перерисовывал и так далее. И у него сохранилось около 400 эскизов. Ну, не все они, конечно, очень качественные. Есть просто зарисовки простые, буквально там очень простые. А есть достаточно качественные. Буквально каждую фигуру он сначала прорабатывал там в нескольких, а то и в нескольких десятках эскизов. И только потом заносил на картину. И вот некоторое количество, около 30 таких эскизов мы приводим здесь в сопоставлении с реальным изображением, которое на картине получилось. Давайте я вам покажу несколько отрывков в виде такого краткого видеофильма. А пояснение буду давать прямо словами. Ну вот сейчас переходим к этому проекту. Явление Христа народа. Попадаем на обложку. Это наш первый интерактивный проект, поэтому в нем есть предисловие, в котором краткое пояснение того, как пользоваться интерактивной картой. Хотя, в общем-то, это и так интуитивно понятно. Ну вот, мы, собственно, переходим к самому изображению. Отдаются краткие иллюстративные описания разных объектов. Можно просто подвигать вот так рукой это все, передвинуть. Перейти напрямую, не по слайдеру, а напрямую. Вот изображение апостолов. Иоанн Богослов. Апостол Андрей. Апостол Нафанаил. Апостол Петр. Изображение мальчика и старика. Эта группа называется «Смотрящие на Иисуса». Группа фарисеев. Юноша Назарей. Обнаженный юноша. Прекрасно выписанные у него кудри рыжие. Эта группа называется «Дрожащие». Римские всадники. Изображение женщин на заднем плане. Это фигура кающегося грешника, которая очень похожа на Гоголя. Предполагается, что именно с Гоголя рисовал Иванов данную фигуру. Иоанн Креститель. Ну и, наконец, вдали Спаситель. А это старик в широкополой шляпе. Это автопортрет Иванова. А вот люди в лесу за рекой. Это самое сильное приближение. Этого вы, наверное, никогда не видели, потому что не разглядишь просто их. Сейчас продолжим. А вот связанные изображения. Одни из первых эскизов. Как это предполагалось сделать до этого? Элементы пейзажа, которые потом перешли. На полотно уже. Ветки, которые он отрабатывал в других картинах, потом вошли сюда. Даже камни вот. Пейзаж один в один практически перешел с одного из ее полотен. Долго прорабатывалось лицо Христа. Подбирались натурщики и натурщицы. В конце концов было подобрано изображение. Нечто среднее между классическим стилем лица, древнегреческим, и натурщиками. Иоанн Креститель. Тоже много разных вариантов. Апостолы. Как фигуры по отдельности, так и каждого из них он прорабатывал. Апостол Андрей. Это группа так называемых сомневающихся апостолов. Один из них Нафанаил. Видите, какое интересное изображение лица у него. Старик и мальчик. Прорабатывалась в большом количестве. Эта фигура. Смотрящий вверх. Все это вошло с небольшими изменениями потом в конечную картину. Фигура прислушивающегося. Вот другой вариант. Обнаженный мальчик. На самом деле тут была натурщица девочка. Ну и потом вот такой вот вариант был. Тоже несколько раз отрабатывался он. Поднимающийся старик. Богатый старик, который владелец раба. Вот этого раба. Этот раб вообще в нескольких десятках вариантах прорабатывался. Очень подробно. Обнаженный юноша с великолепными кудрями. Дрожащий мальчик. Тоже его лицо с нескольких вариантов создавалось. Дрожащий мужчина. В многочисленных вариантах проработан был. Молодой левит. Это фарисеи в челме. Два старика. Вот видите. Молодой Назарей смотрит на Христа, а старик его одергивает. Вот изображение ближайшего к Христу или кающегося грешника, которое, как полагалось, как предполагается, было сделано с друга Иванова Гоголя. Все эти лица вошли на полотно итоговое. Ну, а здесь вот лошадь вошла. Положение лошади. Ну, и есть видео комментарии некоторые, которые из открытых источников мы взяли. А также источники и так далее. Ну, и внизу книга, которую в электронном виде тоже можно в издательстве приобрести. Ну, вот, собственно, и все. Так я вкратце вам показал то, из чего состоит это интерактивное путешествие. Я, кстати, ссылку вам тоже дал, потому что по этой ссылке можно это разглядеть уже в том темпе, в котором вы сами хотите сделать и помотать это вперед-назад. В общем, это очень увлекательная вещь. Ну, и, собственно, про наш сервис. Да, я думаю, что она доставит вам удовольствие, Юль Борисовна. Арт-отека – это подписной сервис для физического лица. Это стоит в год 1400 рублей, на полгода 800 рублей. Да, при этом приобретается не только право на просмотр за текущий год, но и за все предыдущие годы тоже. Кроме того, приобретается право на рассматривание картинок в большом виде на самом арт-портале. То есть это такая комплексная оплата, она не только арт-отеки касается, но и арт-портала. Ну, и для юридических лиц это стоит корпоративная подписка – 20000 рублей. Если кого-то это в корпоративном плане заинтересовало, пишите. Сделаем вам пробное включение, демо-включение на какой-то период. Вот это не проблема. Ну, да, я не люблю эти продажные дела на самом деле, хотя люблю говорить по сути, но так или иначе приходится как-то монетизировать свой труд, да, поэтому без этого нельзя обойтись. Тем не менее, я хочу напомнить, что четыре открытых проекта вы можете смотреть бесплатно. Это вот «Явление Христа народу», которое я вам только что ссылку дал. «Книжная миниатюра» – совершенно замечательный проект. Конечно, по этому направлению следовало бы сделать десяток проектов, но вот те иллюстрации, которые у нас были прямо вот в нашем доступе, мы по ним сделали. Там много разных стран представлено, в частности, вот эта вот иллюстрация, книжная миниатюра индийская, очень своеобразная. Там представлены Индия, Средний Восток, европейская, разумеется, книжная миниатюра, христианская миниатюра Ближнего Востока и православная. Ну, очень много интересного. Там 498, в общем, 500 иллюстраций, 500 миниатюр можно посмотреть. Вот это вот образ Иисуса Христа в европейском искусстве, 517 иллюстраций, тоже одна из самых насыщенных наших. Да-да-да-да-да-да, правильно вы показываете тот инструмент, которым это можно сделать. К сожалению, этот инструмент, он достаточно своеобразный, и вот сходу его не освоишь. Вот, особенно ту его часть, при помощи которой делаются вот такие вот путешествия по гигапиксельным картинкам. Дело в том, что там приходится делать некоторые дополнительные предварительные действия с этой картинкой, которые, в общем, не очевидны. Но инструмент, да, инструмент замечательный, и это именно то, чем мы пользовались для создания этих произведений наших. Ну, и Искусство Китая. Это самый первый наш проект, выполненный в виде страницы, интерактивной страницы. Вот, его тоже можно посмотреть. Вот, собственно, и все. Мы с вами сегодня уложились, ну, не ровно, чуть больше часа. Вот, продолжим с вами, кто заинтересовался на моем втором вебинаре, который будет посвящен подробному рассматриванию последних наших материалов. Вот, приглашаю вас на этот вебинар. Приходите, надеюсь, вам будет интересно, кто любит искусство, вот, либо кто профессионально связан с искусством, преподает его в ВУЗе или в школе, соответствующие искусствоведческие предметы. Приходите не только сюда, но еще и на вебинары Софьи Багдасаровой, которые посвящены искусству, да, которые мы специально пригласили, ну, в качестве дополнения к нашим, к нашей информации по арт-порталам. Ссылка на открытые части портала находится, вот, чуть выше по... Третья ссылка от конца в чате. Выше переместите, а они там, эти проекты... Внизу этой страницы находятся в виде фреймов таких, на которые можно нажать и... Да, спасибо, да, что вы напомнили, да, ну, вот, давайте я тогда от себя тоже... Я же хотел дать в конце тоже информацию, вот, вот, вот эта информация, чтобы на 12-го числа прийти на следующий, следующий вебинар. Ну, что ж, коллеги, я надеюсь, мы вообще в этом году с искусством не... Раньше у нас она занимала очень маленькую часть, да, в этом году занимает, может быть, даже большую часть, чем в нашем формате, нашей деятельности Директ Медиа. Но мы это специально сделали, и я, и Константин Николаевич эту тематику очень любят, и специально хотели... Мы специально обращаем внимание на эту тематику, хотя, конечно, понимаем, что не в каждом ВУЗе преподается предметы, связанные с искусствоведением, вот, и мировой художественной культурой. Ну, тем не менее, вот, чтобы вам было, может быть, интересно не только с деловой точки зрения, но и лично. Давайте, коллеги, будем прощаться. Спасибо, что вы все пришли на мой вебинар. Приходите на следующие наши вебинары, не только на мои, но и на все, которые у нас будут. Я вас рад буду видеть. Всего хорошего. До новых встреч.